Я муж Аниты. Каждый день она смотрит одно новое видео с вашим выступлением. Что происходит в вашем уме? Что заставляет вас произносить эти мудрые слова? Как это происходит? Это требует некоторого объяснения. Это факт, что у нас самая развитая нервная система по сравнению с червями, насекомыми, птицами, любыми животными, по сравнению с кем угодно. Но мы также обладаем психологическими процессами. Какими бы ни были ваши психологические процессы, ваши мысли и эмоции, они возникают только из-за определенного количества набранной вами информации. Не так ли? Вы думаете, что она замечательный человек, в результате возникают определенные мысли. Вы думаете, что она гадкая, другие мысли. Думаете, она кто-то еще, тогда другие. Вся эта информация, которую вы набрали, не имеет значения, правильное или неправильное. Содержание информации, которую вы набрали, определяет содержание мыслей и эмоций. Не так ли? Вот один момент. Научить людей понимать, что ваш психологический процесс — это целиком ваша драма, не имеющая ничего общего с реальностью. Не так ли? Ваша психологическая драма не имеет ничего общего, существующей здесь с реальностью. Здесь может сидеть сотни человек, и каждый будет в своем собственном психологическом пространстве. Они находятся в сотнях разных миров, но не в этом мире. Итак, у меня пустая голова, в ней ничего нет. Поэтому я в этом мире. Поскольку я живу только в этом мире, я обращаю внимание на все. У меня ничего не происходит в голове. Если я просто сижу на месте, иногда я делаю прерыв на пять дней. Если я полностью закроюсь, у меня в уме не будет ни одной мысли. Я не читаю, не смотрю телевизор, я не пишу, ничего не делаю. Я даже в окно не смотрю. В моей голове нет ни единой мысли, потому что психологический процесс — это всего лишь небольшая драма, которая усиливается просто потому, что вы настолько отождествили себя с ней. Это все равно что. Люди всегда подходят ко мне и говорят, «Садгуру, я хочу медитировать, но появляются разные мысли». Я говорю им, «Я научу вас другому виду медитации, при котором ваши почки перестанут функционировать, деятельность печени остановится, сердце не будет выполнять свои функции». Вам интересно? Нет, нет. Тогда почему вы хотите, чтобы только ваш мозг перестал работать? Почему? Видите ли, когда вы сидите и медитируете, ваши почки работают, печень работает, сердце работает, и вы не против. У вас есть проблема только если функционирует ваш мозг. Да? Почему? Потому что вы не сильно отождествляетесь со своей функцией почек, но очень сильно отождествляетесь со своим мыслительным процессом и эмоциями. Поскольку вы настолько сильно отождествляете себя с ними, вы думаете, что это вы. Сейчас они стерли ваш жизненный опыт. Скажите мне, в течение 24 часов, сколько было моментов, когда вы смотрели на что-то за пределами мыслей? Для большинства людей не было ни одного такого момента. У некоторых могло быть несколько таких моментов. Я всего несколько мгновений трачу на мысли. Остальное время я просто подобно небу. Просто присутствую. Просто жизнь. Если вы просто выявляетесь жизнью, ответьте мне, вы действительно жизнь? Да. Вы жизнь, не так ли? Поскольку я жизнь, у меня есть тело, есть мысли, эмоции, у меня есть дом, у меня есть то, это и многое другое. Все аксессуары. Вы ощущаете аксессуары, но ощущаете ли вы жизнь на повседневной основе? Вы приняли свою психологическую драму за жизнь, не так ли? Ваша психологическая драма — это ваша драма, может быть плохо поставленная, но... Видите ли, когда она плохо поставлена, она приносит людям страдания, а когда она хорошо поставлена, она приносит им наслаждение, не так ли? Итак, ваша психологическая драма принадлежит вам, вы можете играть с ней. В этом нет ничего плохого. Это как если мы начнем играть в игру. Вы на теннисном корте, бьете по мячу, вам это нравится, но через какое-то время вы откладываете мяч, опускаете ракетку и уходите. Не так ли? Но сейчас в этой игре вы не можете остановиться. Только представьте. Предположим, вы начали играть в теннис и не можете остановиться. Играете 24 часа в сутки. Вы бы ужасно страдали от тенниса. Вот и все, что сейчас происходит. Ваши психологические процессы стали неуемными. Они просто продолжаются и продолжаются. Итак, самое простое решение для этого. Не пытайтесь остановить это, потому что вы не пытаетесь остановить работу почек, печени, сердца и всего остального, что у вас происходит. Вы ничего против этого не имеете. Вы противитесь только функции мозга. из-за вашего отождествления. Вы ошибочно приняли свою мысль за себя. Не так ли? Какой бы ни была ваша мысль, вы думаете, что это вы. Но ваша мысль исходит из определенной информации, которую вы набрали извне. Не так ли? Если я сотру у вас всю память, будут ли у вас мысли? Нет. Они только происходят из той информации, которую вы набрали. То, какую информацию вы набрали, не является на 100% вашим выбором. Если вы идете по улице, все, что вы видите, слышите, обоняете, чувствуете на вкус или ощущаете через прикосновения, записывается в вашем уме. Вы ничего не можете с этим поделать. То, что входит в вас как информация, не всегда в ваших руках. Не так ли? 90% этого не в ваших руках. Это происходит постоянно. Потому что все, что вы ощущаете через пять органов чувств, просто проникает в вас и записывается. В этом нет ничего хорошего, плохого или уродливого. Это просто информация. После того, как вы что-то распознаете, вы говорите, «О, это хорошо». И это становится хорошим. Вы говорите, «Это неприятно». И это становится плохим. Вы говорите, «Это ужасно». И тогда это становится отталкивающим. Это в ваших рук дело. Но информация просто поступает и записывается. То, что вы набираете, что бы это ни было, это может быть вашим, но не может быть вами. Не так ли? Да? Я могу сказать, что это моя скамейка. Но если я скажу, «Это я», вы подумаете, что я сошел с ума. Не так ли? Вот и все, что происходит сейчас. Вы начинаете думать, что вы – это то, что вы набрали. Позвольте мне объяснить вам немного проще. возьмем это тело. Вы родились такими? Нет. Вы появились на свет вот такими, а теперь стали такими большими. Как же это произошло? Просто из-за еды, которую вы ели. Не так ли? Или это просто земля, по которой мы ходим. Она стала пищей, и теперь это вот такое. Бесчисленное множество людей, таких как вы и я, ходили по этой планете. Они тоже были умными людьми. Где они сейчас? Все они верхний слой почвы. То же самое произойдет и с этим. Да или нет? Если только ваши друзья не похоронят вас очень глубоко, опасаясь, что вы можете воскреснуть из мертвых. Иначе это тело также станет верхним слоем почвы. Мы не хотим уходить сегодня, но мы неизбежно уйдем. Не так ли? Итак, это просто почва, которая превратилась в пищу. Мы съели эту пищу и сделали ее своим телом. Правда ли, что это тело накопилось за определенный период времени? Да? Это так. То, что вы накопили, может быть вашим. Но может ли оно быть вами? Самое большее, что вы можете утверждать, что накопленное – ваше. Я не буду спорить с этим прямо сейчас. Придет день. Но вы не можете сказать, что это я. Не так ли? То, что вы накапливаете, никогда не может быть вами. Если это станет для вас живым опытом, вы четко осознаете, что то, что вы накопили в виде пищи или в форме информации – это не я, тогда вы станете похожими на меня, просто видя жизнь такое, какая она есть, не поддаваясь никакому влиянию, не отождествляясь ни с чем. Просто жизнь. Разве это не фундаментальная правда, что вы – просто жизнь? Вы набрали определенное тело, так что мы назвали вас мужчиной. Затем набрали какие-то вещи в себе, поэтому мы назвали вас так, этак, но по сути вы просто жизнь. И сейчас самое важное, что вы живы. Это является самым главным фактом в вашей жизни. Это так? Но, к сожалению, внимание сосредоточено не на этом. Сегодня то, что я думаю, стало более важным, чем то, что я жив. Не так ли? Да? Моя маленькая эмоция стала более важной, чем то, что прямо сейчас я жив. Посмотрите. Сегодня утреннее солнце взошло вовремя. Да? Но нет, вы думаете, ну и что в этом такого? Какое-то время назад мы летели на вертолете по штату Теннессии. Был хороший теплый день. Мы открыли двери и летели в открытом вертолете, потому что погода была хорошая. Мы поднялись выше и внезапно натолкнулись на холодный фронт. Все, что произошло, солнце закрылось облаками и стало очень холодно. Настолько холодно, что мы не могли управлять. Руки не были устойчивы на органах управления, поэтому мы решили спуститься вниз. Пока мы спускались, мы обсуждали. Предположим, что завтра утром солнце не взойдет. Что произойдет тогда? Может, через три месяца произойдет это, через шесть месяцев то? Просто рассуждали. Когда я вернулся назад, я немного изучил этот вопрос. Если завтра солнце не взойдет, то через восемнадцать часов все, что вы знаете, как жизнь на этой планете, исчезнет. За исключением нескольких микробов глубоко в земле. Все остальное исчезнет через восемнадцать часов. Только что я сообщил вам невероятную информацию. Сегодня утром солнце встало вовремя. Я хочу услышать соответствующий отклик. Это потрясающе. Оно взошло вовремя. И планета крутится вовремя. Вы не думайте, что это хорошо. Никаких аварий в Солнечной системе. Ни одна планета не столкнулась с другой. Все держатся на своих орбитах. Во всей Вселенной ни одной аварии. Все идет замечательно во Вселенной и в большем космосе. Но одна неприятная мысль заползает в вашу голову, и сегодня у вас плохой день. Все во Вселенной идет отлично, но одна неприятная мысль, и это плохой день. Не так ли? Проблема в том, что мы потеряли перспективу относительно того, кто мы есть. В этом космосе эта Солнечная система представляет собой пылинку. Да или нет? Она похожа на пятнышко. Если завтра утром вся Солнечная система испарится, этого никто не заметит. И в этом пятнышке планета Земля это микропятнышко. И в этом микропятнышке Лос-Анджелес супермикропятнышко. И в нем вы большой человек. И это серьезная проблема. Это ваша психологическая драма преувеличения до такой степени, что вы думаете, что если у вас возникнет одна плохая мысль, всему миру конец. Потому что мы отождествляемся с мыслями, которые мы генерируем, с эмоциями, которые мы создаем, не понимая, что наша привилегия создавать мысли и эмоции, которые мы хотим. Если вы создаете мысли, которые вы хотите, и эмоции, которые хотите, разве вы не будете создавать самые лучшие мысли и эмоции, на которые только способен человек? Да или нет? Тогда вы будете функционировать на пике человеческого развития. Сейчас наш собственный ум обернулся против нас. Нам не нужна внешняя помощь. Мы и сами хорошо справляемся. Да или нет? Просто сидеть, стоять. Неважно, богатые, бедные, страдают все. Если спросить их, детство — большая проблема, проблема с пленками. Ходунок — большая проблема, сплошные проказы. Подростковый возраст — «О боже, слишком много проблем». Средний возраст — кризис, старость — ужас. Скажите, какое время в вашей жизни является великолепным? Проблема не где-нибудь еще. Проблема в том, что мы потеряли контроль над нашей психологической драмой, потому что в нашем опыте отсутствует экзистенциальная драма жизни. Наша психологическая драма подобна облаку, заслоняющему солнце. Мы не переживаем жизнь, мы только переживаем мысли, эмоции, идеи, предрассудки и весь мусор, который мы создаем. Вместо того, чтобы жить в творении создателя, мы живем в собственном маленьком творении. Вот большая проблема. Я ничего не создавал. Поэтому я здесь, в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok